Кашинский фермер Андрей Дойников, ветеринар по образованию, в прошлом руководитель колхоза, защищает в суде свое право на разведение свиней. В июне этого года появилось сообщение об отстреле дикого кабана в Кашинском районе, у которого обнаружили африканскую чуму. С постановлением об отчуждении хозяйства, ведь служба явилась к фермеру буквально на следующий день. Это геноцид против крестьян и все. То есть это целенаправленное уничтожение домашнего скота свиней и животного мира, так же кабанов. Получается, мое такое мнение, судить надо не нас, крестьян. То есть я своими 15 поголовыми не могу создать конкуренции никому. Дорогу не могу никому перейти, но это значит, кому-то надо, чтобы уничтожить у крестьян, чтобы они ели все с магазина. Фермер в существование вируса не верит и считает, что АЧС придумали для того, чтобы уничтожить мелкие подсобные хозяйства. Наш телеканал рассказывал об истории предпринимателя из Старицкого района. Тогда защита свиней в суде стала прецедентом. Однако исход и той битвы, и этой был предрешен. Всем гражданам велась разъяснительная работа, что сейчас рискованно содержать свинопоголовье, а заниматься альтернативным видом животноводства. Это только один фермер Дойников отказался исполнять законодательство Российской Федерации. Фермеру Дойникову предложили выкупить свинину по цене 94 рубля за килограмм, при рыночной стоимости мяса около 300 рублей. Тот факт, что семья воспитывает двух детей и выплачивает кредиты, взятые на приобретение свиней, мало кого волнует, кроме самого фермера. Суд Кашинского района и апелляционная инстанция приговорили свиней Дойникова к отчуждению. Однако фермер намерен бороться до конца и уже отправил письмо президенту. Справедливое возмущение у семьи вызывает тот факт, что в Кашине многие держат свиней, однако уничтожают лишь в зарегистрированных подворьях. Да в Кашине все держат, каждый и любой держит. Только что, как говорится, те, кто был написанной, те по типу убрали, спрятали. Да приезжайте в город Кашин, там каждый это все держит. Далеко ходить не надо, по улицам поросята гуляются. Переживу этот период времени, расторгну с ветеринарной службы договор и буду держать подпольно, чтобы ко мне, кроме меня, моей жены, на мой участок никто не ходил. Выживать во время чумы, которая прописалась в Тверской области как минимум на ближайшие пять лет, фермер намерен любыми способами. Пока предложений о поддержке в переходе на альтернативные виды животноводства, как это делается в других регионах, фермеру не поступало.